Красноярское море прям везде нам по курсу встречается по нашему. Очень красиво. И дороги знаете, какие прям ровненькие, асфальт хороший. Совсем недавно я вам говорила, дорога такая хорошая, как навигатор нас повез по такой дороге, причем мы уже километров 50 едем вот по такой дороге в сторону Минусинска. Но поскольку мы сами-то не были в этом направлении ни разу, мы не знаем по какой дороге ехать, если нам навигатор не будет подсказывать. Вот он нам подсказал. И вот так вот мы по колдобинам, по колдоебинам и чешем грузные поля вокруг. Да, виды, конечно, красивые, но дорога ужас какая. Не знаю, какими путями окольными нас ведет двигатор, ребят. Вот как-то так. Все ближе и ближе к Саяно-Сушенской ГЭС. Да, вот она впереди, там ее уже немножко даже видно. Сейчас мы какую-то деревню Сизая, что ли называется, проехали. Погода немножечко подпорчивается. До бачка заходили. Среди-то была идеально безоблачная погода, как бы скажут. Здесь такая вот гористая местность. Мы едем по мосту. Это у нас все. С правой, с левой стороны все мы не сеем. Сейчас мы будем ехать вот по закону мосту. Машина уже совсем не заскрипела. Вон она. Угу. 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 Тут, видимо, две-то машины не разъедутся, а если на встречу нам кто-нибудь приедет, что делать? Вот. Наверное, кто-то один едет. Там, а кто-то тут? Тут, походу, по встрече прокатились. Да? Думаю, что да. Ну, ничего не поделать. Букву Р не видно. Ну, такие вот красоты тут. Мощь, конечно. Ой, смотри, кот, опять все в облепихе. Красота, конечно, нереальная, ребята. И воздух такой-такой вкусный. Прям, я не знаю, так свежестью, так лесом пахнет. Прям обалдеть как, не передать словами даже. Ну, трясет страшно дорогой ужас. Вот здесь вот КПП. Вот здесь вот КПП, это УГС. Вот. Уши закладывают. Уши закладывают. Уши закладывают. Там уже в горах. Там будет вот полностью насильный заклад. Да, только не видно. Кучей ложечки. Вот здесь. Красота, потому что красивых слов нет. Во-первых, на нее там давят 30 миллионов тонн воды. Представляете себе, давят 30 миллионов тонн воды. Слева показывает фотографию. Вот так это место выглядело, когда все начиналось. Видите, идут деловые работы. Слева там приехали на снегоходах, наверно. И возводят, ставят буровые вышки, взрывают и встречают ноги. Высота плотина 245 метров. Вот экскурсия нам как раз подсказала, да? Ребята, ну вот мы наконец-то добрались. Конечно. Слава Богу. Потому что мы, конечно, поплутали, поискали. И вот такая вот красота нам открылась. Люди, которые строили ГЭС. Конечно, очень красиво. И размеры такие внушительные. Прям внушает. Смотрите, как Россия. Прям аж гордость за страну берет. Гордость за страну. Такая вот парковая зона. То есть, здесь скамеечки. Можно присесть, отдохнуть. И вот эти вот горы такие красивые. Пущусь я немножко вниз. Смотрите, сколько здесь замочков. Это традиционно, когда женятся, надевают замочек и в Енисей выбрасывают ключик, чтобы супружеская жизнь была счастливой и долговечной. И вот такая вот красота. И вот, конечно же, рыбачок, который пытается поймать Хариус. Потому что он кидает такие специальные снасти именно для быстрых рек именно на Хариус. Ребят, красота, конечно, неописуемая. Вот, действительно, дух захватывает. А воздух такой свежий, какой вкусный. Просто супер. И вот Рома изъявил желание в следующий раз приехать сюда с палатками. Именно в это место. Ну, очень понравилось. Так что, думаю, что когда-нибудь вы увидите видео о том, как мы были на Саняно-Ашушинской ГЭС в палатках. Не знаю, но что-то там, может быть, добывать. Потому что вон стоит какая-то техника на самой высокой точке. Незвесть, да? Незвесть, да? Незвесть, да? И там, соответственно, ведутся работы, что-то добывают. Рудник, да? Рудник доверия. Ну, не зря же что-то здесь базу руднику назвали, да? Скорее всего, там какие-то рудники, да? Тут уже. Ребят, красота, красота. Конечно, ехали мы сюда долго, но... Ну, рада, что мы здесь побывали. Ребят, здесь за кустами фотелевое хозяйство. Тут вот можно рассмотреть, да? Ребят, мы сейчас едем по городу, который называется Саеногорск. Достаточно большой городок, неожиданно. Многоэтажки есть, и он такой раскидистый. Нам куда? Это отель. Отель Саеногорск называется. Дорога, конечно, здесь не очень. И тучи на нас, кстати, какие-то надвигаются. Наверное, нас ливень по дороге застанет. Вот такие вот пейзажи в Акасии. Едем мы в Абакан. Там буквально осталось километров 45, и мы будем в Абакане. Вот такие вот пейзажи, ребят. Не очень-то красиво, на мой взгляд, после того, как ты увидел горы. Мы уже где-то в 25 километрах от Абакана. Вот мы заехали в Абакан. Погода вообще конкретно испортилась. Ветер дует вообще сильнейший. Видимо, ливанет конкретно. В общем, арендовали ему квартиру. Здесь в Абакане взяли ключи. Еще даже не знаем, что это за квартира, потому что здесь квартирами вообще напряг. Ни на Авито, ни на РНБ, ни на Букинге. Практически вариантов не было. Либо там очень-очень-очень дорогие. Посмотрим, что у нас тут за апартаменты нам достались. Не курить, в обуви не ходить, мебель не передвигать. Штраф 1000 рублей. Ну, вот как-то так, ребятушки. Вот как-то так. Ну, что тебя устраивает? Балкончик. Вот такой вот десятый этаж. Голова сейчас немножечко даже кружится. Ребят, ну, в общем, переночевали мы в этой квартире, а сейчас у нас будет завтрак. Ножом просто невозможно отрезать кусок хлеба, честно. То есть выбора тут немного, да, то есть ножей больше нету, что какой-то взять другой. Что хочу сказать. В туалете нет освежителя воздуха никакого. Да вообще, в принципе, не мыло, ничегошечки. Эта квартира сдается на сутки. То есть она чистая, да, вопросов нету. Но почему-то вообще ничего не предусмотрено для человека. То есть вот такой вот маленький балкончик. И жара неимоверная, но хорошо, что есть вентилятор. А утро вот сегодня доброе-доброе. Смотрите какое. Сейчас 8.15 утра. И вот уже солнышко взошло. Впереди какие-то сопки. Мы на 10 этаже. И сейчас пойдем в сады мечты. Вот так вот называется. Парк-сад мечты. Или сады мечты. Движение здесь в основном двухполосное. Вот если посмотреть по перекресткам. Вот идем мы в сады мечты. Это парк такой какой-то красивущий. По пути там нам что-то встречается. Абаканский дворец молодежи. Все ухожено, цветочки. Вот можно посмотреть. Все цветочки, все ухожено. Впереди храм. Вот хотим дойти посмотреть что там. Смотрите какое чудное место. Храм, а там памятник Петру и Февронии. Вообще отлично. Красота. Это называется Преображенский парк. Такая вот красота. Все очень ухожено, красиво. Храм, видимо, тоже имеет название Преображенский. Памятник Петру и Февронии. И погода, конечно, не подкачала. Вот тут рыбачит. Ребят, смотрите. Вот в Абакане, в Хакасии, есть такая вот колоночка, которая заправляет электромобили. У нас такого точно нет. В Томске у нас такого нет. Вот такое вот удивительное явление встретили. Ну, на самом деле, уже не удивительное. В развитых городах все это есть. Ну, не у нас пока еще в Томске нет. Наконец-то мы встретили абаканское пиво. Потому что вот уже в какой магазин заходим, просто ничего такого нет. И вот нас еще вот это вот заинтересовала торговая марка. Мы это не пробовали. Тоже вот какой-то Абаканский. Своем из билетиков в сад мечты вот такой вот. Да, все. Да, мы пойдем. Здесь все. Спасибо. И вот такая вот красота. Вы посмотрите только. Это ландшафтный парк. Ой, ребята, какая красота. Вы посмотрите только. Такая приятная играет. Смотрите. Жизнь в каждом духе. Смотрите, какая красота. Очень здорово. Сказочно так. Вот такая милота. А там вот наверху что-то, да? Смотрите, какая красотенья. Фонтаны. Да. Парк очень красивый. Вот смотрите, как все красиво. Это вот беседочка, в которой можно посидеть. Ну вот. Так красиво кругом. Все так зелено. Что? Ой, как красиво. Супер. И это все вот просто в Хакасии. Просто в Абакане. То есть это не какая-то заграница. Это не дворцы Екатерины. Это просто, просто красота. Просто красота. Какая красота, ребятушки. Смотрите, какая волшебная беседка. Брусчаточка такая. Роза цветет, Рома. Большая настоящая живая роза. Сердечко, да? Да. Ой, обалдеть, как красиво. Такая вот есть беседочка с Айссом. Местами. Смотрите, а впереди Эйфелева башня. Ой, а здесь-то как целая, целая телега дров. А там кролики. Смотрите, какие. Сколько кроликов-то. Какой-то такой сельские пейзажи. Ну и сколько кроликов. Вот такие большие, смотрите. Сельский дворик. Так приятно, красиво. Смотрите. Ой, вообще обалдеть. Очень здорово стилизовано. Надпись. Два веселых гуси. Жили у бабуси. Да? Два веселых гуси. Мне пояснется здорово. Придумали. Ребята, впереди-то вы посмотрите, что. Эйфелева башня. Французские мотивы. Это какой-то такой вот приятный французский дворик. Очень красиво. А здесь был сельский дворик. Смотрите, какие розы. Сад драконов. Смотрите-ка. Смотрите, ребята, здесь карпы коя плавают. Слепут эти? Да. Как они? Ковшинки. Ой, какая красота. А вон маленький карпик, смотри. Видишь один такой вон желтенький? Ну два. а вон их несколько ластой стороной оси размножается значит очень хорошо конечно очень здорово поэтому парка гулять не перегуляйте к сожалению мы ограничены во времени вот впереди там еще козы какие-то а здесь что у нас здесь у нас прохлада и маленькие с мамочкой красавчики такие да смотри он даже черненькие есть сидят точат трапку кушают есть козочки правда у них всю еду голуби съедают чего это ты чё коза а коза решила перекусить это у нас индюшар такой лежит такой важный да индюк могу ли я увеличить правила дома ребят на самом деле если бы каждая семья соблюдала эти правила нехитрые было бы много гораздо больше точнее счастливых семей такое местечко здесь все в петуньях старинные часы типа того да под черепица такая красота хочется гулять и гулять по такой красоте даже вот действительно ощущение что ты не в россии я ударе была во дворце пфанер знаете что очень много здешних видов напоминает тот дворец это дошли до фонтанчика что-то с олимпиадой связано я не ошиблась это памятник ивану ерыгину двукратному олимпийскому чемпионов ой погода вся отличная градусов 30 и возле фонтанчика прям сейчас спасение нам надо зайти в сторону квартиры потому что сейчас нам ее нужно уже сдать и поедем все равно сера черногорск кстати сегодня смотрели историю абакана и было такое вот сказано что чуть черногорск не стал столице абакана ну все ребят мы едем в хакасию то есть имеется в виду на шира по хакасии едем на шира кстати очень много встречается ремонт дорог прям вот я че ешь бац ремонт дорог ремонт дорог прям у них повально ремонтируют дороги нам вот так ну и дороги такие совершенно неплохие вот и впереди нас по-моему ждут грозовые облака дождина пошел что надо короче вот такой дождь мы будем заезжать на ширах здесь уже немного другие пейзажи так что такая гористая местность то у нас с гору то с горы ну и все пойдет оп молния сверкало ну пейзажи какие красивые пламени просто на руку боже что справа и что с левой стороны смотрите столько много прям табуны табуны и площадки конечно тучи очень чернейшие и местность такая как-то каменистое гористая Я хотела в Шираба покупаться, в пиле, на их пульт посмотреть, не знаю, как бы не получилось так, что мы только проедем и из окошечка глянем, потому что мы просто проездом будем. И уже все, наш недельный отпуск концу и поедем домой. Здесь озеро, это озеро называется Власьево. Уже совсем рядом с Шираба, примерно в 20 км дождь не заканчивается, слава богу, немного потише. По-моему, ребята, уже впереди Шираба, если я так правильно понимаю. И погода не радует. Мы заехали в поселок Жемчужный. Тут уже Рома узнает знакомые места. Знакомые места. Церквушка какая-то, говорят, достроили. То есть была не построена. Хлеба осталась была. Встается жилье. Ну вот, это знаменитое озеро Шира, про которое много было рассказано. Буйки, палатки, за буйки не заплывать. Палаточный лагерь, люди купаются. Будем смотреть, что и как. Вот оно, это озеро Шира. Соленое. Водичку сейчас я трогать не буду, я в нем сейчас искупаюсь. Ну и как, Ром, теплое? Ничего, да? Вот сейчас буду купаться. Такое, не особо оно большое. Я думала, оно немножко поболее, чем есть. Но все равно интересно посмотреть. В Хакасии я еще не была. Про Шира я только слышала. Но вода пока прямо очень прозрачная. Ну вот, выезжаем мы от озера Шира. Едем по Жемчужному. И все это базы. Все это сдается. Все это дома, базы. Частные там какие-то отели, гостиницы. В общем, в общем, полностью туристическая зона. Такое ощущение, что ты где-то, например, в Адлере находишься. Если бы, конечно, не знал, что в Адлере. То есть в Хакасии и не видел вообще достопримечательностей, которых в принципе нету. Вы только посмотрите. С этой стороны Шира, поселок Жемчужный. А мы немножечко разворачиваемся. Здесь уже получается озеро Итколь. Оно заповедное, чистейшее. Ну вот, добрались мы до озера, которое называется Итколь. Это пресное озеро. Оно буквально, наверное, в километре от Шира. Погода такая шикарная. Вот нам реально повезло с погодой. Это август, это середина августа. Когда такая погода еще шикарная была. Водичка какая прозрачная и теплая. Здорово. Да. Смотрите, тут опять-таки целая плантация облепихи. Просто все спелые облепихи. Вот озеро, а вот облепиха. Решили забрести на рыночек и прикупить какие-нибудь сувенирчики. Вот здесь клыки висят. В общем, всякое грабезень. Вот это местные арбузики. Они такие маленькие. И мы сейчас идем по рыночку. И здесь вот столько не продают всякие выпечки. А мы сейчас будем рыбки смотреть. Мы едем на озеро Белем. Какие маленькие деревца. Что тут так и нет? Скидки, скидки. Снять. Уютный уголок, домик, пляж. Что угодно. Да, жили. Смотрите, Белем. Уэп в воде стоит. Как-то вообще все непонятно. Я, конечно, искупаюсь. Посмотрю, что тут за беле такое. Но как-то вот непонятно мне. Смотрите, какая дорога прям краснючая. Земля какая-то красная. Холодно стало там. Ой. Ветер страшенный. Прям сдувает с ног. Погода, видимо, портится, собралась. А может здесь так всегда. Но я все равно искупаюсь. Смотрите, вода красного цвета. Вот как земля, так и вода. Не знаю, видно ли. Нет, наверное, не видно. Вода красного цвета. Ну, в общем, ладно, что вечер. Будем рисковать и купаться. Ребят, в общем, вот так выглядит озеро Беле. Вот там какие-то лачуки, честно. Я не знаю, кто там отдыхает, но там есть даже крупный супермаркет. Там буквально три дома, я не знаю, какие-то. Вода теплая. Она не менее теплая, чем во всех других вот озерах, в которых мы сегодня искупались. Местная здесь более холмистая, достаточно такая интересная. Вот и земля совсем другая. Она красного цвета. Вот даже машины ездят еще. Вот и подошел к концу наш отпуск. Посмотрели мы Красноярский край, побывали на разных водохранилищах, на реке Енисей. Жили и в Бару, и не в Бару. И вот сейчас в Хакасии, и после вот этого озера Беле, Ширайт, Коля, мы едем домой. Так что, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал «Дамочка на рыбалочке», чтобы не пропустить еще много интересных видео. В общем, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели меня до конца. Пока-пока. С вами я, ваша Леся. В воде полностью стоит. Конечно, это как-то опасно, на мой взгляд. И вот мне эти лачуги непонятные. Люди вот здесь купаются. Вот это вот домики на компанию. Посередине можно сидеть и в дождь. Ну, честно говоря, я в такой домик не хочу. Мне лучше в палатке. Главное, чтоб любимый рядом. Солнышко как пробивается, да? И сейчас сопки и дождик идёт. Ребят, ну вот мы доехали до дома. Сейчас время почти 4 часа утра. Вот притащили нашу рыбу. С рыбой абсолютно всё в порядке. Она в соли, в рассоли. То есть мы её сохранили. Она плотненькая, она хорошенькая, твёрденькая. Да, под нашим гнётом. То есть сейчас вот у нас целое ведро рыбы, которую мы с собой привезли из нашего отпуска. Смотрите, прям отличная рыба. Так что, если вы хотите сохранить рыбу, тем более, которую наловили на отдыхе, воспользуйтесь нашим рецептом, и у вас обязательно всё получится. И подписывайтесь на мой канал «Дамочка на рыбалочке». «Давайте». До новых встреч!